АПЛОДИСМЕНТЫ Школьники получают награды за участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. Все они победители в разных номинациях, но смысл работ един. Подчеркнуть важность темы. Чтобы наши дети, соответственно, знали и умели применять вот эти навыки все по пожарной безопасности в быту, то есть в обычной жизни. Владимир Кукин из 16-й школы вместе со своим наставником Алексеем Хуросеевым выполнил макет из древесины с применением электрических приспособлений. Композиция демонстрирует процесс пожара и его ликвидация. Она была признана лучшей в номинации «Технические виды творчества». Мне вообще нравится работа пожарных. Я вообще этим очень увлекаюсь. Именно поэтому я захотел сделать именно такой вот проект. Поэтому получилось от души? Его можно использовать на уроках, данный макет, показывать ребятам способы работы пожарных, каким образом они работают, ведут свою деятельность. Данный макет, именно непосредственно данный макет, показывает, что данная опасность, вот именно пожар, приводит в большие последствия. Конкурс «Неопалимый Купина» привлек к участию целые классы. Коллективная работа второклассников четвертой школы стала третьей в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Первое место заняла ученица третьего класса Арина Матвеева. Вместе с грамотами всем победителям вручаются и подарочные сертификаты на приобретение школьных товаров. Понятно, что грамоты – это все хорошо и приятно, но когда это все подтверждается немножко в материальном, так скажем, плане, я думаю, что дополнительный стимул для детей в этом отношении, чтобы участвовать в этих конкурсах, заниматься этими делами. Конкурс проводится ежегодно по инициативе Добровольного пожарного общества, управления МЧС и Министерства образования. Всего на республиканский этап было представлено более 500 работ школьников и студентов. Знают основные требования, знают, как пользуются огнетушителями многие, все, в принципе, знают службу спасения, номер телефона, пожарная охрана. Толк от этого есть большой, колоссальный.